Православная Церковь вспоминала чудесные события первого и второго обретения честной главы пророка, притечи и крестителя Господня Иоанна. В нынешнем году из-за совпадения праздника с неделей торжества православия богослужения в честь пророка были перенесены на 8 марта. В этот день святой престольный праздник отметила одна из древнейших обителей Казанской епархии Иоанно-Притеченский мужской монастырь. Накануне престольного праздника глава татарстанской митрополии, митрополит Казанский и татарстанский Анастасий совершил в главном храме обители утреннюю с чтением акафиста пророка, притечи и крестителю Иоанну. Утром следующего дня преосвященный архипастер возглавил торжественную божественную литургию и молебные пени святому угоднику, за которым ему сослужили наместник монастыря архимандрит Нектар Едемин и братья монастыря. За богослужением пел в смешанный хор под управлением Ефимовой Ольги Александровны. По окончании богослужения владыка митрополит поздравил молящихся и братья монастыря с престольным праздником и обратился к ним с поучительным словом. Дорогие братья и сестры, мы чтим память великого пророка и притечи Господня Иоанна. И знаменательно то, что его память сопала на этой неделе с завершением первой недели Великого Поста. Проповедник покаяния напоминает нам всегда о том, чтобы мы с вами покаялись, чтобы исправили нашу жизнь. И покаяние – это не то, что мы с вами приходим вот к священнику и по бумажке читаем ему свои грехи. Покаяние – это коренное исправление своей жизни. Царство Божие не придет к нам, если мы будем жить так, как мы живем до настоящего времени. Если сердце наше будет занято житейскими делами, если грех будет царствовать в нашей душе, то далеки мы с вами будем от Царства Божьего. И притечи Господень для каждого из нас будет обличителем нашей греховной жизни. Сегодня мы чтим и память Святой Праведной Матроны Московской, которая была носителем вот этого покаяния со смирением. Она несла все тяготы физические и духовные в своей жизни. И тысячи и тысячи людей приходили к ней за утешением, за помощью и поддержкой. И самое главное, несмотря на то, что она была слепа от рождения, она многих привела ко Христу. И самое главное, сейчас молится у Престола Божия за тех людей, которые впадают в уныние, за тех людей, которые с ропотом несут свой жизненный крест, ее молитвами, да сохранив у нас Господь, вшествовании за Христом. И чтобы в наших сердцах было то покаяние, которому призывает нас сегодня и всегда притечи Господь Иоанн.